Закон о фонде «Здоровое поколение» 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 Реклама Продолжение следует... 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 Конечно, сумма очень большая. Но, наверное, мы должны с вами подумать о том, что сегодня мы можем эти деньги направить на питание детей. Если не сделаем этого сегодня, завтра мы будем направлять эти же деньги уже на лечение этих детей. Это, я думаю, что неоспоримый факт. Каким образом мы сформировали эту сумму? На сегодняшний день в гимназиях и лицеях автономии в 5-12 классах занимается 7 921 ученик. Мы умножили это число на денежную норму питания за один день. В начальных классах с 1 по 4 класс норматив составляет 7,8 лея. Мы предлагаем, чтобы этот норматив сохранился и для учащихся с 5 по 12 класс. Умножаем на эту сумму и дальше, конечно же, мы должны умножить на количество дней в году, когда дети питаются. То есть это 171 день. И вот умножив все эти цифры, мы получили сумму, равную, названную мною, 10,6 миллионов леев. Вот такая вот сумма у нас получается. А мы не можем это сделать. Это, конечно, это, конечно. Молдова налога Молдова налога Молдова налога Молдова налога Молдова налога Молдова налога Руссия Девлети. Большие улыбки были, и пара не верится. Мы знаем, что из полковного парня, которые работают, все организации, все предприятия, они верят, и они должны верить бюджет, и эта пара нужна, и эта пара, 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 и эта пара. Ну и она, и эта пара нужна, и он дополнительно, эта пара нужна, и это самому対у,. И так далее, и эта пара, и эта пара... Это второе. Невероятно, что это не было? Лена Федина объяснила. Я думаю, что это было бы не было. Я думаю, что это было бы не было. Вот закон, кто-то обладает. В общем, человек, кто-то работает в сельхоз, или в других предприятиях, он хочет поддерживать свою работу, Бойлар Гагозия, фонд здоровая поколения, истечекля бу фонда кэнди параларны вермэ. Да бэн саймэрмани, бис саде еделей арджицы сушакларымза бэким бэр-эки илдэн сора бэзим лязым алджекиапалым дэйшэлмеклярда сөлэ алимани, бис бу фонда о кадар пара топланылэр, ани бис варнасы ушаклары дэль саде ничэ биз я зэрэшчиндэ бизім заканопроекта ани бис завтрак, ашлаг завтрак, сычак завтрак верелим ама барнасы, ёлэ німейнэ дэ верелим ушаклара, да ушаклэ осына таатол. Буна лязым гелелим. Бен жэнэ спонсорларын ярдымы да барада меценатларын барнасы осын. Бэрэн насыл те бун дай сөлэлэлім. Катинфэдна Гагауша, бэн дэ гэчэрэм Гагауша. Бэрэн насыл бун дай сөлэлэмэ, ани бизэм проектамызда, законамызда барыля колайлык Субтитры создавал DimaTorzok Далее мы предлагаем, чтобы их освобождали от фискальных проверок на 12-месячный период и награждались почетной грамотой Башкана и Народного собрания Гагаузии. Это один из моментов, который, возможно, где-то поощрит людей, которые решат таким образом поддержать молодежь в наших учебных заведениях. Я уверена, что мотивации достаточно, чтобы люди понимали, что мы помогаем будущему здоровому поколению Гагаузии. Мне кажется, это железная мотивация. И я убеждена, что этот фонд, как я уже говорила выше, будет иметь возможность через год, через два констатировать тот факт, что здесь достаточно средств для того, чтобы обеспечить горячими обедами всех наших детей. И дать возможность этим детям заниматься не только школьными уроками, а выходить за территорию школы и на самом деле проявлять себя в творчестве. Многие из них, повторюсь, хотят и музыкальную школу посещать, хотят посещать разные кружки. Кстати, опять же, хочу привести пример. Ведь авдарминские дети приходят так же, как дети всех других населенных пунктов в 8 утра на занятия. Они уходят домой, может быть, в 6, может быть, в 7, но они уже побыли в музыкальной школе, они уже побыли в художественной школе, они уже потанцевали. Но эти дети сытые. И наша задача, идея нашего законопроекта — обеспечить именно вот это комфортное состояние детей для получения образования как качественного школьного образования, так и качественного дополнительного образования. Лена Федоровна, я хотела бы сказать еще о том моменте, что деньги фонда, школа, которая получает деньги на организацию питания, не имеет права тратить ни на что больше. Помните тот горький опыт в прошлом году, когда вы, журналисты, очень хорошо это знаете, когда констатировали факт того, что в детских садах деньги были потрачены не на организацию питания, в некоторых детских садах нашей автономии, а были каким-то образом сэкономлены и направлены в разных премариях на разные цели. Где-то там на оплату света, где-то еще не знаю на что. Так вот, мы считаем, что деньги фонда должны быть направлены только на организацию питания, если по каким-то причинам, но за этим будет следить счетная палата. Если по каким-то причинам эти средства не пошли на организацию питания, эти деньги не позволите на школе тратить на любые другие цели. Это очень правильно. Деньги могут даже изыматься. Я думаю, что мы где-то должны написать, вписать такое слово, что если деньги не использованы по назначению, они должны изыматься в учебных заведениях. Я хочу решить, чтобы не было зрения, но крест. Сайгал-гагаузи-яшайаннар, банагелеран битки вакет, битки елларда, битки гагаузи-яда кабледелер июля законнар, англары герчектан и шлер хербернисана кимешар-гагаузи-яда. Делим юрниколарак, суричан бирке закон, закон о компенсации, возмещении контрибуции, закон о поддержке больных детей, Закон о капитальных вложениях, который был принят в этом году авторами, являлись Екатерина Федоровна и Александр Григорьевич. Закон о священное село. Эти все законы, конечно же, работают на каждого жителя автономии нашего. Эти законы как раз позволяют здесь, на местном уровне, принимать такие решения, которые позволяют каждому жителю Гагаузи себя чувствовать спокойнее и увереннее. Наверное, ради этих целей и создавалась Гагаузия. Аналогов этих законов нет в Республике Молдова. И когда мы принимаем такие законы, мы оправдываем существование автономии, потому что автономия как раз таки создавалась для того, чтобы издавать законы, позволяющие жителям автономии жить лучше. И мы считаем, что вот этот наш законопроект еще один из таких законов, который позволит каждой семье, каждому ребенку почувствовать заботу наших властей о каждом жителе Гагаузии. И наша задача сейчас, сегодня мы представляем этот закон, до 1 января 2018 года принять этот закон для того, чтобы уже начиная с нового года, календарного, каждый ученик автономии получал вот это вот горячее питание. Я хотела бы сказать, что мы, авторы, считаем, что, конечно, наш законопроект не идеален в том варианте, в котором мы его сегодня после этого брифинга обязательно зарегистрируем в канцелярии Народного собрания Гагаузии. Мы, конечно же, открыты к дискуссиям, мы открыты, и вы знаете, что согласно закону обязательно проведение публичных слушаний для обсуждения этого закона на заседании Народного собрания Гагаузии. Вне сомнения, что мы проведем, организуем публичные слушания, поэтому мы ждем рекомендации от всех. И от наших коллег-депутатов Народного собрания Гагаузии мы ждем рекомендации от учителей, от родителей. Надо вместе общими усилиями нашу инициативу облагородить и запустить. И совершенно правильно подметила Леон Федоровна, мы, как авторы, инициаторы этой идеи, мы очень хотим и будем просить наших коллег принять и запустить этот законопроект с 1 января 2018 года. По таким вопросам, как здоровье будущего поколения, медлить нельзя. Это те вопросы, которые должны быть просто решены срочнейшим образом, потому как дети этого ждут и этого ждут родители. И еще раз хочу подчеркнуть, идея написания, идея предложения этого законопроекта исходит из тех бесед, которые мы проводим в наших селах с нашими гражданами. Жители хотят этого, дети хотят спокойно учиться. И потом, вы знаете, многие программные политики исполкома всех времен, я не говорю сейчас об этом исполкоме, все годы мы всегда слышим, что приоритет на образовании, правда? Я убеждена, что каждому исполкому в равной мере это удавалось. Так вот, наша идея, наша инициатива помочь сконцентрироваться на том, что приоритет главный надо делать на образовании, а качественное образование это залог качественного будущего у нашей автономии. В общем-то, мы благодарим вас, уважаемые журналисты, за то, что мы смогли, в том числе при вашей помощи, транслировать нашу идею жителям Гагаузии, коллегам. И, конечно же, мы ждем, еще раз повторюсь, мы ждем со всеми идеями. Законопроект будет, вне сомнения, представлен и на сайте haltoplush.md в текстовом варианте, и все смогут ознакомиться. А там же будут координаты нас, как инициаторов, и вы сможете отправить свои предложения на e-mail, есть наши телефоны, можно позвонить, и мы готовы к анализу этих предложений. Спасибо. 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 Спасибо.